Добрый день, вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля и сегодня у выпуску. В Хонницком районе отбылся областный этап республиканского сельского господарчика конкурса «Уладар села». Доктор техничных навук, профессор, заслуженный работник эдукации, гоноровый грамотянин Гомеля. Ректор Белорусского державного университета транспорта Виньямин Сянько отзначил 70-годовый юбилей. На смену теплому надворю на Гомельшину идёт похолодание, а зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Агроградок Сутково в Хонницком районе на минулых выходных прима удельников областного этапа республиканского сельского господарчика конкурсу «Уладар села». С 30 семья до его дошли только 5. Как взмагались за путевку на республиканский этап и кто ее отримал? Давидалася Ганна Ковалева. Стародавние вязковые традиции живут у побыти сучасных молодых семья. Учарговый раз это доказал конкурс «Уладар села». Его областный этап прошел в Хонницком районе. Претендентами на перемогу стали 5 семья из разных кутков Гомельшины. У боротьбы за первое место конкурсантам спотребились рецепты стародавних семейных страу, навыки рукоделья и навод об выходжении с певнями. Этот конкурс показывает, насколько сегодня наша молодежь, которая не живет в городе, они умеют и знают, что такое деревня, что такое сельский быт. Они умеют очень многое. И мы судили сегодня по конкурсам, запрячили, распрячили лошадь. Они это умеют. И душа радуется за то, что навыки наших предков не пропадают зря. История конкурса распочалась о мале 10 годов тому. И до Витебской области колести подхопили иншие регионы. И зараз конкурс охопливает всю краину. Как дойти до областного этапа, удельникам пришлось и на протягу нескольких месяцев проходить выпробование. У Суткова их чекало пять конкурсов. У их яны представились обестворчиха в боку, распавяли про сельское житие и свои семейные традиции. У нас все любят именно рецепты старинные. Я стараюсь всегда. У нас сельский дом, то есть печь своя, все. Так что все готовится именно в этих условиях. Со своих продуктов. У нас есть и куры, и гуси, и поросята. И у нас главная достопримечательность – это наша козочка Марточка. Она такая интересная. Зловить пеуня, запрыгчек коня, або пройти эстафету с завязанными в отшима. Журы оценивают не только худкость и якость в оконане задания. Головная сдольность семьи пройти выпробование с гуртована. Конечно же, все конкурсы важны, но будем смотреть на то, насколько семья дружна, активна, насколько она инициативна. Незалежно от прозовых мест, каштолные подарунки отрымали усе семьи. Лепшая признанная семья Свердловых с поселка Уварович и Будокошелевского района. Сергей и Людмила выховывают дачку и сына. Трымают огород, хатних живел и навод займаются громадской працей. Недавно Сергей с сыном Максимом своими силами побудовал гульнявую пляцовку для себя и соседей. Кажет, что в делу конкурса да помог зауртовать семью еще больше, отрымали свердловые призы. А еще путевку в Минск, где 21-х костричника представить нашу область на республиканском узровне. 21 октября у папы нашего день рождения. Вот такой ему хороший подарок. День рождения, поездка на Минск. Честно говоря, я вообще даже не ожидал. Это все заслуги нашего духовного наставника. Просто волнение, волнуемся вообще. В шоке. Мы не планировали занять первое место. Просто приехали в поддержку семьи Ясинчиковых. А так получилось, что сами заняли первое место. Спасибо большое. Большое спасибо всем. Ганна Ковалева, Михаил Рабку, телерадио-компания «Гомель». Рэшеские энергетики оборонят белорусскую энергосистему от буслов, а самих птушек – от поражения тока. На вытворшем участку рэшеских электросеток почали массовый выпуск специальных прилад, які закликаны перешкодить птушкам садиться на опоры линии электропередачи. Проблема с буслами для энергетиков довольно актуальна. Только в Рэшеском районе до выкористания этих приборов, что год фиксовали коля 20 выпадков отключения энергии по вине птушек. Дякуючи новому обсталяванию, колькость подобных ударения узнизилась до нуля. Зараз предприемство выполняет буйный заказ от «Беломерга». Отпуживальники устанавливают на ЛЭП, які отходятся до Стравецкой АЭС. Приборы не дозволяют буслам садиться на опоры линии электропередачи. При этом никакой шкоды птушкам не несут. При строительстве линии электропередач, которые будут отходить от атомной станции, сегодня мы полностью обеспечивали нашей продукцией для полностью всех этих линий. Основной покупатель, естественно, тот, кто производит, ведет строительство этих линий. Ну и мы сегодня в этом году отгрузили только 12 тысяч таких устройств. Ну и надеемся до конца года продать еще порядка 5 тысяч таких изделий. У Вецы после реконструкции открыли автостанцию. Нурочистое мероприемство отбылось в рамках святкования Дня города. В обновленном будинку з'явилась сучасная зала чаканья с установленными комфортными креслами. На вывешенных стендах уся необходная для пассажиров информация. Так само есть монитор с интерактивным раскладом руху транспорту. Для персонала автостанции и водителя обсталяваны сучасное працовное место и покой для отпочинку. Остались только стены и кровли. Остальное мы все по-новому сделали. Сделали новый зал, ну конечно с удобными креслами. Хорошие сделали условия для наших кассиров. Ну и естественно сделали комнату отдыха для водителей. Денег пошло больше трех миллиардов в старых деньках. Доктор техничных навук, профессор заслуженный работник эдукации, гоноровый чагуношник, гоноровый доктор широкого университета у России и Украины, гоноровый грамадянин Гомеля. Ректор белорусского державного университета транспорта Вениамин Сянько отзначил 70-й день народжения. На працовном месте с юбиляром сустрелся Олег Сентюров. У Белорусский институт инженеров чагуношного транспорта, а теперь Белорусский державный университет транспорта, Вениамин Сянько приходит уже 52 годы. Спочатку як студент, потом навуковый супрацовник и декан факультета. Са студене 2001 года Вениамин Иванович Сянько ректор установы. Причем незалежно от посады, со встречи со студентами и выкладчиками у яго деловым раскладе займают неопошнее место. Треба потекавиться истинующими проблемами и при необходимости принять ответные меры. А вось успоминами об властных студентских годах, подчас наведывания аудиторий, Вениамин Сянько делится нечасто, хоть и его опыт может быть добрым прикладом для сучасной молоди. У студентов бытует мнение, сдал начертательную геометрию, можешь выявляться, сдался промат, можешь жениться. Я пока тогда в то время не преследовал такие цели, но я преследовал одну цель – учиться так, чтобы не было стыдно перед своими учителями. И я им каждый раз, приезжая к маме в отпуск, на каникулы, докладывал, они благо жили рядом, что сдал сессию так и так, так и так. Я маме посылал с каждого экзамена телеграмму. Сдал на хорошо, сдал на отлично. До юбилея у библиотеки Белорусского державного университета транспорта подрактовали выставу творческих досягнений у ректора. Сегодня на его рахунку больше 600 науковых празд и каля 50 авторских посвящений и патентов, выдаденных у Белоруссии, России, Украине, Казахстане. И как знаки признания, отриманное у знагорода и гоноровое звание, доктор техничных наук, профессор, заслуженный работник адукации Республики Беларусь, гоноровый чугуношник, гоноровый грамадянин города Гомеля. По час святкования юбилею ректор Белорусского державного университета транспорта не только примал подарунки, а и рабил их іншим. Вот это учебное выдание под агольной редакцией Венемина Сянько вышло в Менавитое в геттое дни, призначено для студентов и инженеров чугуношного транспорта. Еще одно выдание, которое увидело в свету в геттое дни – «Вехи великого шляху». Это сборник с фотоздымками юбиляра, от детских годов до студентских часов и сучасных день, с перепынком на службу у советской армии. До речи, у отставки с войсковой службы Венемин Сянько пошел в звании капитана, а ось на его чугуношных погонах три великые зорки, генерал-полковник. Правда, эту форму ректор практически николи не носит, хоть минавито чугунка – сенс у всего життя. Венемин Сянько створил у Беларуси науковую школу вагонников, а так само подректовал трех докторов, 12 кандидатов и 10 магистров технических наук. Он требовательный, суровый, но внутри очень добрый человек. Его вниманием окутан каждый сотрудник. Тот, кто в его команде работает, любой ассистент кафедры, лаборант – все чувствуют внимание от Венемича. Олег Синчуров, Валерий Копанько, телераду и компания «Гомель». На смену теплому надворью на Гомельщину пройдет похолодание. По информации областного гидрометеоцентра, в наступные сутки на большей части территории пройдут краткочасовые дожжи. В день месяцами прогнозуется узмацнение ветра до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в ночи в складе 8-12 градусов выше и за ноль. В день будет до 17. Дожжи чекаются и у Сираду. Наши слубки термометров покажут до 10, в день до 13, месяцами до 16 тепла. У шатвер будет переважно без опадков, але во все наступные дни. Тыдня прогнозуются дожжи. Температура по ветру захавается на узровне 5-10 градусов тепла в ночи и от 7 до 13 в день. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.cvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин